здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала сегодня с вами поедем как бы сделаем сравнение между двух курортов дамбай или эльбрус где лучше где как бы сказать какой лучший курорт и как бы кому больше понравится тот или иной курорт ну давайте отправимся в путешествие сначала мы как поехали на дамбай с утра с раннего с очень рано и заезжали на горную речку посмотрели там и также после этого поехали на дамбай поехали прохладненько пусть я не сильно веселая еще 500 человека и там еще команд еще четыреста и сюда уровня третий уровень там потом Чтобы не поснимать, если запотело, холодновато, по-моему, градусов, чтобы было, а он не у меня садит. Вот она, горная река, постоянная, таверда, таверда, да, называется, а что он, приехали. Дамбай поедем, на Дамбай, город, сегодня холодно, я бы поплавил, будем обриваться. Улву-Мур-Джу, река называется, тут она, тут тоже продают сувенирчики, все говорения, на стояночках, надо же, денежки собирать, с туристов, с русских, со всех. Так, кто поедет на экскурсию, берите с собой денежки, потому что и покушать все платно, туалеты даже платные, в горы видно, в эту сторону поедем на Дамбай. Ну, да, Дамбай, свои турфирмы, они возят по разным дням, в принципе, они забирают 8.30 из отелей всех, из санатории. Дамбай плюс купание входит, 1600 рублей плюс 400, заезжают на источники, этот, жемчужина Кавказа, терминальные источники, ну, стоят 1600 плюс 400, купание с 8.30 и привозят это 21.30, ну, на ужин уже не успеваем. В принципе, по пути делаем остановки, можно купить сувениры, сходить в туалет, также посмотреть окружающую природу, горные речки, и все куда-нибудь там завозят, там, на какие-нибудь чайные, чайные домики, также распродажа. Приехали на Дамбай, в принципе, там наш гид сначала взял всем билеты на канатную дорогу закрытую, как будто, и поехали мы туда наверх, уже по этим специальным карточкам, туда-обратно, что он брал, как будто, на группу, на нашу, чтобы подняться и опуститься, также на канатной дороге, на закрытой. Ну, на Дамбайе тут все рядом, все живописно, и отели, и эти, хостелы все рядом, в принципе, и по стране с Эльбрусом, но Эльбрус тоже тут недалеко, там у них стоит, как бы, где можно проживать, сектор специальный, где подальше чуть, но тут все близко, и продают, и кафешки все рядом, и как бы для молодежных Дамбай получит, ну, Эльбрус тоже, в принципе, мне понравился, где курорты, там, где вот сам, у них структура их нет, стоянки, хостелы, также эти отели, в принципе, одинаково, но чуть-чуть мне Эльбрус больше нравится, ну, кому можно, там, бат, почему-то, молодежные, что-то. То есть, КСО Владимир у нас взял билеты, 700 рублей, подъем в кабинках, на панажной дороге туда и обратно, там мы сами брали, на двухместных, это, Ягославки, или как они называются, советского образца, 500 рублей, подъем на второй уровень, на третий, подымались на высоту 3200, вроде, самое большое, выше не подымались, потому что там, как бы, пасмурно было, и, возможно, сход был, из-за этого не разрешали подыматься, вот, на второй, на третий уровень поднялись, все. Ну, посмотрели, все равно красоту, там, Дамбая, в принципе, Дамбай, он, как бы, южнее сделан, расположен, и где-то километров 150, где-то, вон, Черного моря и от Абхазии, через горы находится. Красивые, живописные места, советую себе посетить, очень понравится. Ну, подымались, увидели всю красоту, так-то пасмурно было на Дамбай, в это время, если когда ясная погода, там очень все видно и красочно, всем понравится, как бы, по сравнению, вот, у нас повезло с Эльбросом, на Эльбросе, когда были, что потом увидите, там, ясная погода и такие виды шикарные были. Ну, тут тоже, как бы, сказать, что с погодой не повезло, ну, в принципе, тоже обзоры и виды хорошие, сверху всегда красиво смотреть на горы, и горы красиво, очень впечатляет. Так что, наслаждайтесь, всем, всем понравится. Поехали наверх. Да, на Дамбай, на 3 километра, там, высота 3000 метров, где-то, 3 километра, то есть, 33038. Сейчас поднимемся, посмотрим, сколько. Ну-ка, сказали, по 3 километра, где-то. На Дамбай. Алло. Привет, всем. Меня видно? Видно. Мы поехали на второй канатке. На новой канатке, там, считай, сегодня не разрешали, что боятся, что там погода испортится. Там ветер какой-то, ну, что и погода испортится, боятся наверху. А на русской канатке нас увезли. 300 рублей с человека. А он говорит, 500, да, то есть вторая, да? Эта, это истинская. Дороже, да. Это подешали, маленько. Конечно, кит у нас сегодня владелец, ну, как бы своеобразный. Вчера лучше был. Тур-операторы. Русские. Они, если не так. Вот это что, это пушки, наверное? Ну, пушки. Из которых снег сшибают? Так, вот эту штуку, вот смотри, вот вверху, вот ее надо просто опустить, или можно со страховкой ехать. Вот зеленые, вот ручки мерчат. Посмотри, люди. Все, все. Во. Во. Ну. Сидим, без страховочные. Все. Все. Надеюсь, добавится. Вот это? Видно? Да. Ну, еще и открыт. Все открыт. Да. Обратно можно шарлет уже надеть? Да, папа, потеплее, дети, конечно, не будем снимать, там, сухую камеру. Искуссия, конечно, такая все у нас получилась. Ну, ничего, нормально, все равно увидели. Да, ну, конечно, думали, что не увидим второй уровень. А, вон они едут-то где? Где? Вон, вон, видишь, трасса, трасса, ой, как круто. И что-то очень страшно, наверное. Ой, как круто, ну-ка сейчас посмотрим, что они там. А вот второй уровень, а третий, вон, да. Надо сейчас будет эту штуку поднять, эту штуку подъезжать. Эти, как они, снежные штуки? Это когда летом надо? Завтра пришла СМС, завтра будет возможен сход снежных лавин. Предупреждают об опасности. Ну, вон, дождик. Так, ну, все, я, наверное, выключаю. А то здесь уже наутят. Вот он, горнолыжный Дамбай. Вот сколько народу, и взрослые, и дети. Не боятся ничего. Погода неплохая, не холодная, только туман и ветер. Да, Дамбай весь в тумане был, красоту гор было очень тяжело разглядеть, но все-таки мы поднялись на третьем уровне и показали вам эту красоту. Так что вот с моста еще красиво тоже обзор был на горы, и тут переход на жилую часть, где вот живут туристы, приезжают там гостиничные комплексы. Также и сувениры можно, и стоянки, и все тут, кафешки, все расположено очень шикарно. Обратно поехали, дорога была тоже такая насыщенная. Остановочки делали, сувениры покупали, всякие продукты, урбеч местный, также всякие орешки, все. Также покушали в кафе, потом обратно местная кухня, манты заказывали, пироги, что с мясом, сыром у них очень вкусные. Мы тоже советуем взять, конечно, подороже, ну, в принципе, раз можно попробовать. В принципе, красивая, очень экскурсия была. Обратно нас завезли, мы ездили на источник жемчужины Кавказа, 400 рублей купания стоит. Ну, в принципе, тоже понравилось очень, там и закрывает все, и так бы подогревающий, как бы, бассейн. В зимнее время очень шикарно, и красиво, и изящно. Чистое небо. Вы, наверное, специально подгадали погоду, да, Вожжин Петрович? Я нисколько лет не сомневался. Ну, сегодня морозец, небольшой морозец, минус 7 градусов в поселке Торсков. И теплые вещи, надеюсь, все равно взяли, потому что мы будем подниматься наверх. Ну, сегодня идеальный... Ну, вот тоже с раннего утра, рано очень утром поехали мы, увидели, как бы, солнце встает у нас, что поехали на Эльбрус. Эльбрус путешествие стоит 1500, и плюс канатная дорога там, ну, где-то около 2200 выходит, все вместе с канатной дороги. А, да, я забыл вам сказать, на Донбай вот 700 рублей, первая канатка закрытая, она входит в стоимость, а вот 500 рублей мы платили еще выше, это второй, третий уровень, поднимались там за свой счет. И тут тоже так же где-то около 2200 отдаешь, и поднимаешься, и плюс там еще тоже 200 рублей, и вот эта одноместная канатка, типа изящная, тоже такое, там виды такие шикарные, всем понравится, обязательно, кто не боится высоты, съездите, посмотрите на одноместные, конечно, на двухместные, с катеристанией вместе проехаться, ну, на одноместные тоже шикарно, посмотрели все виды и запечатлели. Говорят, на высоту 3200 чигет, будем подниматься, там покажут самые красивые места. Ну, это вроде канатка-то, по-сказать, менее безопасная, может быть. Почему? Ну, она не дергает, вроде, да? Тата, мне кажется, дергала, да? Да, нормально. Нормально? Что она дергала? Или какая-то поспокойнее, кажется? Не, нормально. Смотри, даже спуститься. Там вообще только в самом начале можно сказать немножко. Спуститься даже можно, да, вот смотри, если потихонечку, да? Ну, да. Вот тут-то, мне кажется, там покруче, да, на Донбайе было? Ну, как, крутые места такие. Вот, смотрите, как красиво тут все. Поднимаемся в гору. Поехали еще выше. Теперь на однокресельной канатке. Ну, как я вам говорил, Эльбрус находится в Кабардино-Бакарии, курорт очень тоже известный, не хуже Донбая. Ну, кому-то нравится Донбай, потому что молодежный, но Эльбрус тоже красивый, там что и молодежи очень много поднимались на высоту. Тут 3300, это станция Мир, и также гора Баши, 3800 метров, там закрыта канатка, плюс отдельно еще 700 рублей платить. Ну, увидели все внизу, все очень красиво, красочно, советую посетить этот курорт. Спускаемся вниз. Ну, молча проехали, посмотрели шикарные виды. Рядом проезжали куча горнолыжников и сноубордистов. Все учатся, кто профессионалы катаются, кто даже тут, некоторые курьезные, ломают руки, бывает, да, есть такой, и их транспортируют вниз инструктора и спасатели специальные. Ну, в общем, так что это место травмоопасно, тоже, кто не умеет кататься, лучше научиться. В принципе, все виды шикарные, курорт понравится, советуем посетить Эльбрус. Ну, надо заранее, конечно, забронировать себе хостел или отель на недельку, где-то в сутки. Я спрашивал, где-то около двух тысяч стоит, если заранее. Потом мы были на горной реке, в долине Нарзанов, попили водички там, тоже очень шикарное, красивое место. Там была стоянка у нас автобуса, там можно приобрести местную продукцию, сделать сувениры. Река Баксан, горная река, очень красивая. Так что на этом буду заканчивать свою экскурсию. Кому понравилось Донбай или Эльбрус, посетите эти места. Шикарные экскурсии. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Отдых с нами, дальность страны всегда с вами. Впереди будет еще много удивительных приключений и путешествий. Так что желаю всем здоровья, счастья, удачи, успехов. До свидания. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok